Кирилл Авдеев. Сегодня я хочу поговорить про 3D-печать, про возможности, которые она открывает, и про проблемы, которые еще требуют решений. Потому что тот, кто эти проблемы решит, очень сильно изменит наш с вами быт. Сегодня мы живем в мире одинаковых вещей. Это одинаковые телефоны, одинаковые автомобили, одинаковые ноутбуки, одинаковая мебель куплена в одном и том же магазине, в котором мы все знаем, в каком. Но при этом никто бы из нас не отказался от предмета или даже от автомобиля, созданного в соответствии с нашими пожеланиями, обладающим уникальным внешним видом, соответствующим нашим предпочтениям. И сегодня такая возможность у нас есть, благодаря 3D-печати. Я думаю, что почти каждый здесь слышал про 3D-печать и, может быть, даже пользуется ее плодами. Но я все-таки дам определение 3D-печати. 3D-печать – это способ создания объектов путем послойного нанесения материала. С точки зрения процесса, это изменение физической формы материала, преобразование из одной формы в другую, без изменения физических, химических свойств этого материала. Таким образом, например, мы можем преобразовать пластиковую ниточку в какой-то полноценный объемный предмет. Сегодня мы можем печатать практически любую форму из практически любого материала. Мы можем печатать едой, мы можем печатать металлами, мы можем печатать пластиками, бетоном, керамикой и даже биоматериалом. То есть мы можем печатать живыми клетками. Но, к сожалению, каждая из этих технологий несовместима с другой. И это сегодня основная проблема 3D-печати. Это мономатериальность. То есть каждый отдельно взятый принтер может печатать отдельно взятым материалом. И все. Но согласитесь, вокруг нас очень мало предметов, которые состоят из одного материала. Поэтому эта проблема накладывает очень большие ограничения на 3D-печать. Ближайшим решением этой проблемы, почти уже готовым, являются многоматериальные 3D-принтеры. Которые работают почти как привычные нам цветные струйные принтеры. Там есть картридж с большим количеством материалов, которые могут между собой сочетаться в необходимых пропорциях. Понятно, что такие 3D-принтеры вряд ли будут дешевыми и вряд ли это будет очень удобно. Но тем не менее, они позволят нам печатать простые устройства и предметы интерьера, состоящие из нескольких материалов. Но говоря о печати несколькими материалами, давайте подумаем, почему в принципе мы используем тот или иной материал в той или иной ситуации. Что конкретно интересует нас в каждом из материалов, который мы используем? Безусловно, это физические и химические свойства материала. Но развивая эту мысль, давайте подумаем о том, а так ли нам важно, чтобы это были разные материалы, если нас интересуют только их свойства. Нам ведь важно, чтобы отпечатанная нами, созданная нами деталь, выполняла предначертанные ей функции. Поэтому заглядывая, я надеюсь, в недалекое будущее, я надеюсь, я уверен, будет создан новый тип материалов, так называемые программируемые или умные материалы, которые могут в разных ситуациях проявлять разные свойства. Это некий такой, представьте, пластик, который может быть как проводником, так и диэлектриком. Как прозрачным, так и непрозрачным. В зависимости от обработки в момент печати. Это позволит нам печатать сложные устройства за один проход одним принтером из одного исходного материала. Представляете, как это будет круто. Покупаем схему, модель, и дома печатаем себе седьмой iPhone. И не надо никуда за ними ездить. Все через онлайн, все электронно, раз и готово. Сломался, снова напечатали. И это, конечно, полностью решит главную проблему 3D-печати, это мономатериальность. Другой немаловажной проблемой 3D-печати является почти полное отсутствие возможности печатать цветом. Да, цветные принтеры есть, но качество цветопередачи чрезвычайно низко. Решение этой проблемы откроет колоссально новые возможности в искусстве и творчестве. Это позволит цифровым художникам создавать картины, которые будут выглядеть в реальном мире, как будто они созданы с помощью традиционных материалов. Создавать реальное – это очень важно. Дизайнер, который держит отпечатанный сигнальный образец продукта, который создан по его дизайну, испытывает чрезвычайно сильные эмоции от того, что он может ощутить материальный результат своих трудов. У меня есть знакомые дизайнеры и художники, которым пришлось сменить сферу деятельности, потому что они не смогли работать в цифровом поле. Им физически и морально необходимо держать материальный результат своих трудов. 3D-печать максимально сближает цифровой и реальный мир. Другими словами, путь от фантазии до реальности еще никогда не был настолько коротким. И, коль скоро мы упомянули искусство, надо вспомнить о всех тех произведениях искусства, которые уже были созданы, которые уже существуют. И в том числе, безусловно, произведения живописи. Многие люди, желая украсить свой дом, сделать интересный подарок или купить запоминающийся сувенир, покупают репродукции любимых картин. Но бывают часто разочарованы этими репродукциями, поскольку они не передают ощущение живописи. Фактура настоящей живописной картины содержит большое количество неровностей. Такие, как морские кисти, след от мастихина, фактура холста и прочее. И именно совокупность этих деталей создает уникальную, неповторимую манеру автора. То есть передает технику живописцам. Безусловно, сейчас, к сожалению, не существует сервиса, который может воспроизвести такую поверхность. Точнее, не существовало до недавнего времени. Так как 3D-принтеры не могут печатать цветом, мы разработали технологию, которая позволяет полиграфическим полноцветным машинам печатать рельеф. В совокупности с технологией бесконтактного оптического сканирования картины, это позволяет нам создавать действительно высококачественные рельефные реплики живописных произведений, которые в полной мере отражают как манеру живописца, так и саму природу масляной живописи. Ну, безусловно, помимо реплик, это позволяет цифровым художникам привносить из цифровой области свои работы в реальный мир. И с действительно высоким качеством и действительно с недоступным ранее уровнем имитации масляной живописи. Другим, да, технология все еще развивается, мы ее совершенствуем и совершенствуем, и я думаю, что в конечном итоге это позволит нам создавать страховые и цифровые копии музейных шедевров, причем эти копии смогут быть распечатаны, и очень слабо отличаться от своих прототипов. Другим направлением использования нашей технологии является помощь слабовидящим и слепым людям. Умение и возможность печатать неплоскую полноцветную поверхность позволяет нам создавать иллюстрации, которые содержат специальным образом подготовленный рельеф, благодаря которому такие люди могут на ощупь определять границы, форму и фактуру значимых предметов на изображении, и позволяет им лучше понимать то, что они видят. 3D-печать открывает по-настоящему большие возможности во многих сферах человеческой деятельности. Никогда ранее не было так просто создавать и копировать материальные объекты. Никогда раньше эти копии не были настолько совершенными и не соответствовали своим оригиналам. Спасибо.